Дорогие товарищи, грядет великий праздник всенародного торжества – 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Накануне знаменательной даты мы решили узнать у сотрудников нашего общества, что для них значит праздник 9 мая. Это День Победы, это великая дата, когда наша Родина собрала всю силу в кулак и побила немцев. Чувство глубокой благодарности нашим предкам за этот поистине великий подвиг народа, который, на мой взгляд, никто в этом мире повторить не сможет. Это день, когда вся страна объединяется, чтобы почтить память погибших, отдавших жизнь свою за нашу Родину. 9 мая для меня – это необычный день. Это и праздник, это День памяти, День скорби, День мира. Это память о том, какой подвиг совершили наши предки. И хотелось бы, чтобы наши дети и наши потомки также помнили об этом. День Победы – это победа над фашизмом. Наша Родина победила этот недуг. И в дальнейшем, чтобы не было никогда таких воин. Это память о моем отце. И День Победы – это будущее моих близких, родных. Это будущее моей дочери. Это знак того, что мы можем победить любой ценой, даже, возможно, ценой своей жизни. И это доказали наши дедушки и бабушки. Не могу радоваться без слез, вспоминая войну. Очень трудно. Очень трудно. Расскажите вашу историю, как война коснулась вашей семьи. Кожемякин Василий Палыч, капитан артиллерии, воевал с первых дней войны. Попал в плен в сентябре 1941 года под селом Каховка. На его глазах погиб легендарный генерал-лейтенант Карбышев. В войне принимал участие мой дед Петров Влас Николаевич. Он был призван Иркутским военным комиссариатом на защиту Родины в 1941 году. На вражеской пули она стекла в битве под Ленинградом за освобождение от блокады. В Великой Отечественной войне у меня принимал участие дедушка. Он сержант, воевал в разведке. Имеет два ордена кавалера второй степени. Мой дедушка Матвей Алексей Васильевич прошел всю войну. Был тяжело ранен. Сейчас уже из архивов мы узнали о том, что он был награжден орденом Красной Звезды. Мой дедушка Васильков Петр Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, был призван на фронт в 1943 году в артиллерийский полк. Участвовал в боях за освобождение Болгарии, Румынии, Вены, Будапеште. Был ранен в бою. Ну, безусловно, мой дедушка, папа моей мамы, Лукинец Антолик Тременьевич, был разведчиком. Когда началась война, ему было 23 года, он пошел, значит, на войну. Да, воевал мой дед. Он дошел до Польши, был артиллеристом. Дважды был ранен по ранению, был комиссован. В звании старшего лейтенанта был уволен в запас. Мой дедушка по материнской линии был призван сразу же в 1941 году в село Подгорное Томской области. Ему тогда было чуть больше 20. И он попал сразу в разведроту. И три года он прошел разведчиком. 1941 год. И в первые же дни отца взяли в армию. Так как он был трактористом, и он сразу там прошел какие-то месячные курсы и стал танкистом. Прадедушка пропал без вести в марте 43-го. А брат бабушки погиб за две недели до окончания войны. Я с большой благодарностью и уважением отношусь к тем людям, которые защищали свою семью и свою страну. Газпром Трансгаз Томск в честь праздника ежегодно проводит тематические мероприятия. Какие из них вам нравятся больше всего? Хорошую акцию мы провели в прошлом году по высадке аллеи газовиков в Лагерном саду. Потому что под эгидой молодежной организации Трансгаза я считаю, что это очень важно и показательно, что именно молодые работники нашей компании помнят, знают, чтят события этой страшной войны. Мы ежегодно всей семьей ездим на парад, посещаем парад Победы, который проходит у нас. Это здесь, в городе Томске. Прежде всего, утром мы смотрим слезливые фильмы. Мой любимый фильм – это «Офицеры». Это вот просто классика. Скупая слеза течет. Мы обычно вместе со всеми членами молодежной организации «Газпром Трансгаз Томск» принимаем участие в шествии бессмертного полка. Когда первый раз эта колонна в форме военных лет вышла на улицы города, это было сильно. И это чудесная акция. Полевая кухня – самое главное в этом деле. Ну и атмосфера, праздничная атмосфера. И все в дружном коллективе мы идем до лагерного жада. Каждый из нас, вне зависимости от возраста, с особым трепетом относится к священной дате. Мы чтим подвиг героев и бесконечно благодарны всем, кто подарил нам мирное небо над головой. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Мне нравятся фразы Чингиза Айтматова, который сказал, что народ, который не знает и не помнит свою историю, не имеет будущего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...